Так, видно экран, нет? Да, видно. Так, если у меня будет что-то подвисать, вы мне там как-то маякните. Сегодня речь пойдет у нас у компании BigSup, раз мы уже тут все собрались. Наша самая любимая тема, поэтому сегодня о ней поговорим. Сразу хочу сказать, что говорить буду, не погружаясь в какие-то нюансы, цифры, потому что не вижу смысла именно на брифинге или на презентации, к примеру, прям какие-то нюансы такие глубокие-глубокие разбирать. Для этого есть у нас спонсоры, есть наставники, люди, которые приглашают людей на эти брифинги. Вот с ними уже можно разобрать вот эти все подробности, прям мелочи. Как раз будет хороший повод пообщаться с этими людьми, послушать, познакомиться и заодно к нам подключиться. Поэтому говорим самые основные моменты, а уже подробности разбираем, как говорится, со своими спонсорами. Тем более хотела у вас спросить, можете не отвечать, но так просто. Кто из вас читал книгу Джона Каллинча «Величайшая возможность в истории человечества»? Просто мои книги там, кто из вас читал. Так вот он как раз вот и в своей книге и пишет, что многие сетевики, а он сетевик с большим стажем уже там, я не знаю, с какого года, да. Так вот многие сетевики, которые сделали карьеру в сетевом бизнесе, но просто громадную, и даже они не знали до конца всех нюансов маркетинга своего, там каких-то процентов мелких-мелких, да. Они просто выполняли обычную работу, делились с людьми информацией, регистрировали их, и система сама им уже вот эти все их доходы как бы насчитывала. Поэтому тоже вот как бы это к тому, о чем я сказала раньше, что не буду погружаться в подробности. Поэтому коснемся самых основных. Значит, компания у нас совсем молодая, ей еще нет даже года. Насколько, так, сколько у нас там в ноябре, и будет 6 месяцев, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть самый-самый такой рассвет и пик, как говорится, попасть в 1%. Поэтому компания молодая, она стартовала 7 мая 2019 года, и мы стоим у истоков развития этой компании. Она для себя выбрала нишу онлайн-заработка для того, чтобы любой человек мог прийти сюда, не ходить там в офис, никуда не ездить, не отсиживать в офисе. Просто зайти в интернет, создать себе кабинеты из любой точки мира, иметь возможность зарабатывать. Поэтому вот BigSup как раз выбрала такую себе вот стратегию, чтобы любой человек, независимо от возраста, там, от опыта, от места проживания, мог здесь зарабатывать. Ну и, соответственно, у нее хорошая такая большая планка для того, чтобы дать людям как можно больше. Не просто быть каким-то проектом-однодневкой, который там через несколько месяцев закроется и все, а именно, чтобы люди могли здесь строить долгосрочный бизнес. Поэтому вот эта, ну, как говорится, тема меня очень вдохновляет, и я могу об этой теме говорить постоянно. Расчетная единица, которая у нас есть на платформе BigSup, это биткоин. На сегодняшний день это трендовая тема. Кто-то, если, допустим, из тех, кто слушает это видео, если знает эту криптовалюту, ну, значит, хорошо. Если кто-то не знает, значит, опять же, напомню, что обращайтесь к тем людям, которые вас пригласили, они вам расскажут подробности. Я просто расскажу вот самые основные преимущества и недостатки. Допустим, преимущество, из преимуществ, которые вот существуют у биткоина, это децентрализация. То есть он, этот биткоин, он ничей, по сути, да, у него нет хозяина, у него нет государства, там, правительства, которое могло бы эти биткоины печатать, печатать и печатать. И тем самым, как бы, создавать инфляцию. У биткоина нет хозяина, он ничей, соответственно, любой человек, он может обладать этим биткоином столько, сколько захочет. Но у биткоина существуют ограничения и рано или поздно он закончится. Поэтому именно сегодня уже надо начинать зарабатывать биткоин для того, чтобы накопить на своем балансе приличную сумму и потом ни в чем себе не отказывать. У него надежность, есть анонимность. Вот, кстати, анонимность – это тот фактор, который конкретно меня заинтересовал. Ну, если кому интересно, я расскажу историю потом, если кому-то интересно. Почему именно анонимность мне интересна? У биткоина нет посредников, то есть между нами и биткоином никто не стоит, никакой ни банк, ни там еще какая-то организация. Если я хочу, допустим, кому-то отправить какую-то часть биткоинов, у меня есть кошелек, у того человека есть кошелек, я просто ему отправляю в любую точку страны или мира. Нет посредника. Соответственно, нет каких-то платежей огромных за комиссии. Вот отсутствие ограничений по сумме платежей. Можно абсолютно любую сумму, там миллион биткоинов или там один биткоин, отправить в любую точку, опять же, мира. Никакой банк, никакой регулятор вам не скажет, что а вот ты почему-то столько много биткоинов отправляешь. А ну-ка подожди-ка, давай разберемся. Никто, соответственно, этого не скажет. Сколько хотим, столько отправляем. Трансграничные транзакции – это говорит о том, что нет границ. То есть куда хотим, тоже отправляем. Кстати говоря, вот по поводу комиссий. Недавно в интернете видела информацию, что какой-то человек, у которого есть кошелек биткоин, провел, я не знаю, может кто-то из вас тоже видел, провел огромную транзакцию, там, я не знаю, 200 биткоинов что ли. И там как раз писалось про то, что он 200 биткоинов отправил за вот эту минимальную комиссию, которую бы он отправил, если бы он отправлял один биткоин. В этом есть и преимущество биткоина, потому что если бы мы отправляли сумму в рублях, то, соответственно, от размера нашего перевода была бы комиссия. Отправляя миллион рублей, мы бы 300 тысяч там, наверное, точно комиссии бы заплатили. Вот эти самые главные преимущества биткоина, именно поэтому сегодня вот много людей занимаются именно тем, что накапливает биткоин. Но у него, конечно же, есть недостатки, потому что, чтобы, допустим, добывать биткоин, нужны огромные на сегодняшний день, ну, какие-то ресурсы, допустим, фермы. Это такой, типа, как большого ангара, где стоит огромное количество оборудования, там, компьютер, видеокарты, все это работает. Это работает, выделяет огромное количество электроэнергии, там, тепла, это все нужно охлаждать. Короче говоря, для простого человека это очень сложно. Если раньше можно было биткоин майнить, добывать на своем компьютере, человек там на своем компьютере мог добывать биткоин. Сегодня это уже невозможно. Поэтому для простого человека, вот таких, как мы, намного выгоднее, намного проще зарабатывать биткоин в партнерских программах, чем мы, в принципе, и занимаемся в компании «Бикстарт». Теперь давайте перейдем конкретно к компании, кто ее создал. Создали два молодых, амбициозных молодых парня, Евгений Чеплыгин и Евгений Ежов. Этих парней я знаю уже несколько лет. Лично для меня они, ну, вот в моем, как говорится, мышлении обладают хорошей репутацией. Я знаю конкретно, в каких местах они работали, как они вообще относятся к людям, как они вообще бизнес ведут, потому что, ну, я видела, как они это делают. Поэтому, естественно, у меня к ним есть доверие. К компанию «Бикстарт» мне, в принципе, приятно с ней сотрудничать и развивать. Мне даже нравится говорить об этом. Вот именно эти люди, два Евгения, вот они вдохновляют нас и меня, в том числе, на подвиги. Самая главная особенность нашей компании, вот компании «Бикстарт» – это прозрачность системы. То есть, вот мне тоже это очень нравится, что здесь все прозрачно. Нет никаких скрытых каких-то платежей, нет никаких каких-то завуалированных схем. Когда человек приходит, ему обещают одно, а вдруг выясняется, там, когда он уже стал партнером, что там еще какие-то нужно делать платежи. Вот этого всего нет. Абсолютно прозрачная система. Человек в своем кабинете видит всю статистику и свою лично, и по компании. Он может все это увидеть, как говорится, посчитать, прикинуть, и все. Ему этого будет достаточно для того, чтобы его доверие повышалось. Для того, чтобы партнеры могли хорошо зарабатывать, команда программистов, и вот два наших Евгения, соответственно, они разработали авторский маркетинг. Чтобы не просто там обычный маркетинг, который сегодня в интернете пруд-пруди, а именно авторский, для того, чтобы наши партнеры были как бы на уровень выше, чем все остальные. Об авторском маркетинге я немножко расскажу чуть-чуть попозже. Следующий момент. Значит, то преимущество, которое вот лично меня тоже заинтересовало, это 100% в сеть. Но, конечно же, здесь у нас получается не 100%, а гораздо больше, даже где-то, наверное, 170. Но вот самый основной процент, который по маркетингу, как говорится, дается в сеть партнерам, это 100%. То есть вот представьте, что в какой-то другой компании другой партнер зарабатывает 30%, 40% от того, что он там делает, мы получаем 100%. То есть, ну это, естественно, это интереснее этим заниматься. В компании существует премиум-клуб для тех людей, которые уже, ну, повысили свои ранги, добились каких-то более высоких результатов, для них есть уже другой уровень. Это тоже, считаю, нормально, потому что, ну, не могут все люди получать одинаковые блага, поэтому здесь существует премиум-клуб. На платформе существует автоматизированное обучение, то есть у каждого человека есть свой личный кабинет, в этом кабинете есть обучающие видеоролики. То есть человек заходит в кабинет, открывает, обучается, под каждым роликом практически есть тест, то есть чтобы не просто там посмотреть и забыть, а именно себя протестировать. То есть посмотрел, протестировал себя, если что-то где-то подзабыл, там или не понял, вернулся, посмотрел, опять протестировал. Когда вот так именно происходит обучение, то у человека в голове больше оседает информации, чем он, если послушал, забыл, у него в одного повлетело, в другое вылетело. Вот эта информация, она упакована в автоматизированное обучение. Но здесь еще существует обучение от высокого уровня профессионалов, которые компания как раз приглашает именно для нас. Это люди, которые уже с именем, которые зарабатывают большие деньги именно на том, что они проводят какие-то тренинги для команд, для компаний. И вот BigSup приглашает именно таких людей высокого уровня, чтобы они нас обучали. Вот допустим, мне это тоже очень нравится. Так, ну по поводу клиента ориентированности я уже в принципе, наверное, сказала, потому что уже и так понятно, что компания все делает для нас. И еще один плюс, который мне тоже нравится, это мгновенные выводы. Что это значит? Значит, деньги, средства в системе не хранятся. Не надо ждать там закрытия площадки или чего, тренарку. Не надо ждать, потому что у всех абсолютно разный ритм, в котором он работает. Кто-то помедленнее, кто-то побыстрее, допустим. И если человек помедленнее работает, то если, допустим, в маркетинге нет мгновенных выплат, то ему придется там закрывать какую-то площадку. Ну вот представьте, если он будет закрывать ее полгода. И ему что, полгода сидеть без денег? Такие маркетинги мы уже в принципе проходили, сама в таких маркетингах работала. И понимаю уже сегодня, что это невыгодно, потому что время идет, и человек сидит без денег. В итоге падает мотивация, и человек уходит. Здесь же как раз есть мгновенные выплаты. То есть заработал, сразу вывел. Пригласил, получил, вывел, потратил. Замечательно. Давайте немножко более подробно разберем вот именно преимущества. Авторский маркетинг – это система распределения аккаунтов. То есть это можно все это дело вручную делать. Реинвестируемая линейная программа. Реинвестируемая тренарная программа. Реинвест – это повтор. То есть чтобы за одну и ту же работу, которую мы выполняем, мы получали многократно. Не один раз, а многократно. Поэтому повтор называется реинвест. Бонус быстрого старта для тех людей, которые приходят сюда такие амбициозные. То есть у них есть большая цель. Они готовы к ней идти быстро, мощно. И вот для таких людей существует бонус быстрого старта. Если они за короткий промежуток времени выполняют определенный объем работы, они получают еще дополнительные бонусы. Это как вознаграждение за их активность. Семь уровней рангов. Это идут бонусы от компании. Для любого абсолютно человека, независимо от того, с какой скоростью он движется, компания вознаграждает людей просто за их активность. Я думаю, что это тоже понравится любому человеку. Ну, тем более, бонус за ранги, он идет в таком, в постоянном режиме. То есть выполнил один раз работу, и потом ты просто получаешь каждый месяц свою гарантированную заработную плату. И насколько я помню, если я не ошибаюсь, у нас каждый месяц 7 числа происходит выплата вот этого, ну, можно сказать, пассивного вида дохода. И люди называют это как зарплата уже. Следующий вид дохода – это у нас пятиуровневая реферальная программа. Это уже относится к постмайнингу. То есть здесь еще есть такая интересная фишка, которая интегрирована в маркетинг. Это постмайнинг, то есть тоже создание параллельного пассивного дохода. Но об этом тоже немножко позже. Когда я вам говорила по поводу премиум-клуба, то я имела в виду именно вот это. То есть у компании есть свои какие-то наработки, которые они хотят внедрять. И если, допустим, человек поднимается на уровень вверх, соответственно, он может пользоваться какими вот этими преимуществами. На своих экранах вот здесь, ну, вы, наверное, видите вот эти преимущества. Здесь и фотосессии можно делать, и ролики записывать. Наши партнеры уже записывали ролики. То есть есть своя фото-студия, ну, фото-видео-студия, когда на профессиональном уровне создаются видеоконтент. Не просто там где-то с телефона, а именно такие вот хорошие, качественные видеоролики. Поэтому тот человек, который достигает определенного уровня, он имеет возможность получить от вот этой фото-видео-студии, записать вот этот ролик. То есть с ним будут работать люди специальные и делать ему вот этот ролик. То есть у нас есть партнеры, которые уже используют этот момент. Для того человека, который хотел бы, допустим, порекомендовать это кому-то, допустим, вот я сделала себе видеоролик, мне понравилось, я рекомендую. Компания мне будет выплачивать комиссионные за то, что я рекомендую. Ну, то есть та же самая партнерская программа. Ну и так далее. То есть здесь еще несколько моментов, которые вот есть для премиум-клуба. По поводу обучения я вам уже сказала, что здесь есть для самообразования и приглашаются специалисты. Прозрачная система. Ну, то есть давайте немножко подробнее, как вообще прозрачная система это происходит. То есть в компании существует главный головной аккаунт. То есть в любом маркетинге существует главный аккаунт. То есть вот тот самый, который самый верхний. Этот аккаунт, ну, всегда принадлежит администрации. Всегда. Сколько я не работала в каких-то маркетингах, тот аккаунт, который принадлежит администрации, он им и принадлежит. Соответственно, весь доход, который администрация получает с этого аккаунта, она берет себе. В компании BigSup основатели пошли другим путем. То есть они не стали жадничать. Они, в принципе, решили поделиться вот этой прибылью головного аккаунта со своим партнером. То есть с нами. Как это происходит распределение? 60% от прибыли вот этого головного аккаунта уходит в партнерскую сеть. Как раз для тех людей, которые активно закрывают свои пулы. Закрыл человек пул, ему прилетает с головного аккаунта прибыль, процент, вознаграждение. Вот 60% от головного аккаунта идет на вознаграждение партнера. 30% уходит на обслуживание системы. Это понятно, что систему надо поддерживать. Есть штат программистов. Все это надо усовершенствовать. У нас постоянно происходит обновление. То есть это все надо делать, как говорится, руку держать на пульсе. Соответственно, это требует денежных вливаний. Вот 30% уходит на обслуживание системы. 10% идет на распределение прибыли между пользователями приложения мобильного. У нас недавно совсем запустилось мобильное приложение. И только за то, что мы установили его себе на телефоны, на смартфоны там или на айфоны у кого что, мы будем участвовать в распределении 10% прибыли от головного аккаунта. Вот представьте, только за то, что у нас на телефоне стоит просто вот этот значок WixUp, через который, допустим, я захожу на сайт. Все. Вот представьте, как это классно. Это тот же самый пассивный доход. Значит, по поводу рангов. Так я, как я уже говорила, что компания вознаграждает людей за их активность, существуют рангов. Ранги. Их всего 7. Тот человек, который закрывает свои пулы, переходит по пулам, компания его за каждый пул вознаграждает. Вот представьте, человек закрывает первый пул. Этот пул называется менеджер, ранг менеджер. Человек закрыл первый пул, компания начинает его вознаграждать 5% от головного аккаунта. Когда у человека закрывается второй пул, то 5% уже сгорают, начинают выплачиваться 8%. И вот таким образом, проходя 7 рангов, человек начинает получать вот эти проценты. И если, допустим, из всей команды BixUp кто-то первый, самый доберется до 7 пула, закроет 7 пул, один будет на всю компанию, он будет получать 30% от прибыли головного аккаунта. Друзья, это огромные деньги, огромные. Но, конечно же, это надо все сделать, надо пройти эти 7 рангов. Но, тем не менее, у каждого из нас есть шанс это сделать. А вообще в маркетинге BixUp существует 10 пулов. Пул – это такое название, как бы на сленге BixUp. То есть, чтобы компания, когда отличалась от других маркетингов, и назвали вот эти тренары пулов. Поэтому в маркетинге BixUp существует 7 обязательных пулов, 3 лидерских пулов. 7 обязательных, система вас будет двигать самостоятельно. Вам не надо нигде ничего нажимать, вы закрываете пул, у вас система берет средства и заработка и передвигает вас дальше. Таким образом, она вас будет двигать до 7 пула. В 8 пул вы уже заходите по своему собственному, как говорится, усмотрению. Если вы пришли за большими деньгами, то вы туда пойдете. Если нет, значит, вы будете постоянно работать на 7 пулах и зарабатывать с этого деньги. Здесь тоже, кстати, неплохие деньги, но в трех лидерских пулах там вообще суммы огромные. Как вообще эта вся система происходит? То есть, тот человек, который работает в BixUp, который создает себе доход, у него есть два вида, ну, как сказать, откуда прибыль идет, да, источника дохода. Это линейная программа, то есть, оттуда идет прибыль, если человек регистрируется по вашей ссылке. То есть, это ваша первая линия. Вот эта первая линия. Свою первую линию вы можете расширять бесконечно. То есть, она у вас может быть, ну, вообще широкая-преширокая. Это уже, как говорится, вам душа подсказывает. Вот именно с первой, со своей линии вы будете зарабатывать постоянно и постоянно то, что вы сделали. Второй вид дохода – это тренар. Здесь у нас идет по заполнению ячеек. То есть, ячейка заполняется, и вы получаете доход. С первой линии вы получаете 0.001 биткоина, со второй линии 0.003 биткоина. Как я уже ранее говорила, что здесь не надо ждать закрытия всего вот этого тренара. Ячейка заполнилась, вы можете тут же выводить деньги и, в принципе, тратить на свои, как говорится, нужды. Как происходит вообще движение вот этого, ну, всего финансового механизма? Вот здесь вот на своих слайдах вы сейчас это видите, что есть тренар, то есть, под вами есть только три места. В тренаре два только уровня, то есть, ниже, с третьего уровня мы уже не зарабатываем. Мы зарабатываем только с двух уровней. Вот эта система, она чем хороша? Потому что у вас не растет юбка. И вы можете как раз с той системой ручной расстановки, вы можете продвигать активных партнеров, помогать им и сами двигаться, чтобы у вас те, кто пришел просто посидеть, они у вас как бы сидели, пока не созрели. А те люди, которые пришли зарабатывать, вы как раз вот с помощью вот этой системы ручной расстановки, и плюс то, что у вас только два уровня, вы будете двигаться по вот этим тренарам выше, выше и выше. Тренар закрывается, когда, ну, он так образно выражаясь, да, закрывается, когда заполняется последняя ячейка. Система вам автоматически открывает новый пустой тренар. То есть, у вас есть новая возможность снова его заполнить и снова заработать. Кто сюда к вам придет тренар? Вы можете заполнить его новыми людьми, но также вы можете помочь своей команде, которая уже с вами работает, вы можете помочь им закрыть их тренары, которые, вот эти люди, они к вам придут в новый пустой тренар. Соответственно, вы можете всегда зарабатывать с одними и теми же людьми. Это очень удобно. Здесь не надо заниматься переписью населения, переписывать весь Китай. Здесь достаточно, ну, минимальное количество, как говорится, партнеров для того, чтобы двигаться по маркетингу. Если, допустим, в классическом маркетинге там 100 партнеров, тысячу бывают партнеров в командах, в структурах люди имеют, то здесь достаточно минимальное количество, но это уже вы сами решаете какое. Самое минимальное – это три личных партнера. Три. Если вы пригласите четыре и больше, это будет только вам в плюс, потому что вы будете зарабатывать по линейной программе. Пригласили – получили. Все. Это ваша выгода. Ну, а теперь давайте конкретно перейдем уже к деньгам. Сколько можно здесь зарабатывать, закрывая вот такие пулы. Значит, еще раз напоминаю. Есть только 10 шагов, пройдя которые, мы зарабатываем деньги. Всего 10. Система абсолютно простая, прозрачная, есть 10 шагов, мы по ним идем и, соответственно, зарабатываем. И сейчас я вам покажу суммы, которые мы можем зарабатывать на каждом шаге. Каждый шаг – это пул. То есть пул – это, ну вот я вам уже показывала. Соответственно, когда у вас в пуле происходит наполнение ячеек, то есть у вас сумма общая получается, то система автоматом будет у вас вычитать сумму на реинвест, чтобы у вас открылся новый пул, и сумму на покупку следующего уровня, ну того, где вас еще нет. И вот чистая ваша прибыль, именно та, которую вы можете вывести и потратить, это я сейчас говорю сумму, да, это 0.009 биткоинов. Именно за первый пул. Вот у вас первый пул закрывается, у вас общая сумма за первый пул на первом цикле, потому что этих циклов может быть большое количество. Вот именно когда вы идете первый раз по 10 шагам, то за первый пул вы получите 0.009 биткоинов, и в рублях это будет, ну, примерно 4.700. Я специально сегодня посмотрела курс, чтобы вам уже конкретно сказать сумму. То есть за первый пул вы получаете 4.700, грубо говоря. Вы уже возвращаете свои деньги, которые вы вложили, проинвестировали в свой бизнес, и у вас еще есть сверху прибыль, то есть ту, которую вы можете потратить, пойти там, платьишко себе, рубашечку купить или еще что-то сделать. И вернули, и заработали. Это за первый пул. Второй пул, он точно такой же, они абсолютно одинаковые. Закрыв второй пул, вы зарабатываете 0.054 биткоина. Это у нас получается в рублях 28 тысяч. То есть чья-то уже среднемесячная зарплата, друзья. То есть кто-то за эти деньги каждый месяц ходит на работу и сидит там с утра до вечера. Здесь вы можете закрыть всего второй пул и уже заработать свою среднемесячную зарплату. Третий пул 0.15. В рублях это получается 78 тысяч. Но это уже достаточно такая приличная сумма. Я думаю, что это даже уже выше среднемесячной зарплаты. Той, о которой в принципе многие мечтают. Только пройдя вот три шага, мы уже зарабатываем больше 100 тысяч, как говорится. А у нас еще 7 шагов впереди. И представьте, какие там суммы будут. Здесь существует такой момент. После третьего шага, после третьего пула, система автоматом будет, вот я вам ранее говорила, что интеграция с постмайнингом, система будет автоматом брать 10% от вашего дохода и создавать вам пассивный доход. То есть тот доход, когда вы спите, а деньги работают, а именно постмайнинг работает. И вот как раз 10% от вашего труда будет уходить на создание постмайнинга. То есть на создание пассивного дохода. Более подробно об этом постмайнинге вы можете узнать у наших, ну, как говорится, партнеров. Сейчас мы говорим с вами о BigSup и внедряться в эту тему я, естественно, не буду. Я просто вам как бы говорю, что после третьего шага у вас будет 10% уходить на создание пассивного дохода. Дальше у нас идет четвертый шаг. За четвертый шаг, за закрытие четвертого пула вы зарабатываете 0.3 биткоина. В рублях это у нас получается 157 тысяч. Еще вкуснее сумма. Это чистое вот те деньги, которые чистая наличка идет, которые вы можете вывести. За пятый шаг вы получаете 1 биткоин 8. В рублях это получается у нас, ну, почти уже миллион рублей. То есть 946 рублей. И вот представьте, пол пути пройдено, у вас уже миллион с лишним в кармане. Сколько я смотрела маркетингов, там даже близко не стоит, чтобы на пятом шаге уже заработать такую сумму. Вот я вам честно говорю. На шестом пуле мы зарабатываем 5 биткоинов, 5.6 биткоинов. Это у нас получается 2 миллиона 945 рублей. Это уже, в принципе, можно купить себе какую-то, ну, хорошую квартиру. Допустим, где-то в центре, там, России, к примеру, да. Если у кого-то стоит вопрос, квартирный вопрос, то, пожалуйста, 6 шагов и вы уже с квартирой. Так, седьмой пул. У нас получается 20 биткоинов. Это уже еще интереснее сумма. Это уже 10 миллионов. И вот сейчас как раз суммы пойдут уже такие большие. Поэтому, если у кого-то в голове еще нет таких сумм, то им надо, ну, морально как бы подготовиться. Потому что не каждый человек может выдержать вот сразу такие суммы. Для него это будет нереально. Поэтому за седьмой пул, за седьмой шаг мы зарабатываем 20 биткоинов. Это у нас получается 10 миллионов рублей. Очень интересно. Потом начинаются лидерские пулы, о которых я говорила. Сюда мы переходим уже по своему желанию. Вот если вы готовы к большим деньгам, если вы уже прям хотите, горите этим, то, пожалуйста, переходим. Если не готовы, значит, остаемся там, где были. За восьмой пул мы зарабатываем 40 биткоинов. В рублях это получается 21 миллион. Сейчас я вам говорю все на курсы. Вот по сегодняшнему дню я смотрела. Если, допустим, вы к восьмому шагу придете, ну, через год, допустим, да, то курс биткоина уже будет гораздо выше. И, соответственно, вот эта сумма, которую я называю 21 миллион, она может быть в два раза больше, в три раза больше, смотря какой курс будет биткоина. Поэтому всегда надо понимать, что зарабатывая в биткоинах, мы всегда обгоняем инфляцию, мы всегда идем на, как говорится, ну, вперед. Это вам не заработок в рублях, когда мы не успеваем за инфляцией. Мы зарабатываем в биткоинах. Это вот это преимущество биткоина. Поэтому через год, когда мы закрываем восьмой пул, наша сумма, вот это 40 биткоинов, может уже быть не 21 миллион, а 42 миллиона, к примеру, и так далее. Девятый пул у нас 80 биткоинов. В рублях это получается 42 миллиона. Здесь я тоже вам говорю, что пока мы дойдем до девятого пула, тоже эта сумма может вырасти. Но на сегодняшний день это 42 миллиона. И за десятый пул, соответственно, мы зарабатываем больше 200 биткоинов. И в рублях это получается 117 миллионов рублей. Ну, я не знаю, для кого это большие деньги. Для меня это лично огромные деньги. Конечно же, к таким деньгам морально еще надо привыкнуть. Вот, но пока работаем, будем привыкать. Так, у нас там у кого-то микрофон. Я уже выключила, продолжай, Маргарин. Так, и значит, еще чуть-чуть на шаг вернусь к партнерской программе по поводу постмайнинга. Раньше я уже говорила, что после третьего пула у нас идет создание пассивного дохода в Акрона Open Network. То есть это тоже новая криптовалюта, которую мы развиваем. Это специальное такое сообщество с новой криптовалютой. Там будет своя экосистема, в которой мы можем, допустим, обмениваться покупками за эту криптовалюту. И вот представьте, когда у вас работает постмайнинг, вы спите, а у вас на балансе растет сумма, которую вы даже нигде не брали, но у вас сама образовалась, и вы можете за эту сумму купить какие-то товары, это очень и очень интересно. У нас уже есть несколько, как говорится, примеров на платформе Акрона Open Network, когда люди сегодня уже, сегодня за эту криптовалюту покупают товары. То есть они не тратят свои собственные деньги, там, рубли, там, или биткоины. У них работает постмайнинг, они занимаются своими делами, занимаются, допустим, созданием команды на BigSup, а у них параллельно идет постмайнинг, кошелек работает. Там увеличивается каждую секунду баланс, независимо от того, участвуем мы в этом, там, или заходим мы в кабинет, не заходим, он сам по себе баланс растет. И вот уже есть несколько примеров, когда люди брали на майнинг вот эту сумму и просто покупали за нее реальные, живые, физические вещи какие-то, которыми мы пользуемся в повседневной жизни. Я не знаю, для меня лично это очень интересная тема, потому что если, допустим, представить, что мой кошелек работает, я там своими делами занимаюсь, а он работает, и я могу за эту сумму покупать какие-то товары, ну, мне это очень нравится, очень. Поэтому я уже, допустим, сколько, ну, почти год, наверное, сколько у нас там, в декабре мы начали, у нас запустились кошельки, почти год у меня уже работают кошельки, майнят мне криптовалюту Акрона. Я планирую участвовать вот в этой инфраструктуре, вот про которую я вам сейчас говорю. Если, допустим, вам это интересно, обязательно спросите у человека, который вам об этом расскажет. Вот, именно вот эта криптовалюта, вот этот постмайнинг, он соединен с маркетингом BigSup для того, чтобы наши партнеры не просто за свою активность постоянно работали, да, хочется иногда уже и, в принципе, там, может быть, кто-то захочет отдохнуть от работы. У него параллельно будет формироваться пассивный доход, и вот это сообщество Акрона Open Network будет развиваться, и он там может уже что-то где-то и покупать. Вот еще раз скажу, что мало того, что услуги, вернее, мало того, что товары люди покупают за Акрону, у нас недавно, я не знаю, по-моему, еще идет курс английского языка. То есть люди за Акрону купили курс английского языка и, не знаю, закончился, не закончился, но вот он недавно еще был, то есть люди записывались на курс. Очень классно, очень. Поэтому вот такая интересная есть связь с Акрону Open Network у BigSup. Здесь мы тоже получаем не просто за то, что у нас где-то что-то майниться, мы еще здесь зарабатываем по партнерской программе. То есть за нами идут люди, соответственно, у них тоже получаются свои кошельки с постмайнингом, у них тоже криптовалюта эта майниться. У нас есть пять уровней партнерской программы, по которой мы зарабатываем. То есть вот она выглядит вот таким образом. Пять уровней глубины, и мы помимо того, что наш постмайнинг работает, монетки копятся, еще и по партнерской программе получаем. Здесь вот я подчеркнула сумму. Это, конечно же, потенциальный доход от партнерской программы. Допустим, пять тысяч долларов в месяц. Вот представьте, как это круто, когда ты ничего не делаешь, а у тебя там где-то пять тысяч долларов в месяц капает. Естественно, это потенциальный доход. Он может быть как меньше быть, как и больше, но тем не менее у каждого есть возможность получать такой доход. Так, следующий момент. Значит, подведем итог, какие выгоды вообще сотрудничества с компанией BigSup существуют у любого абсолютно человека. Ну, первое, это, конечно же, он может создать себе высокий доход, просто огромный доход, который он может здесь себе создать. Я уже сумму, в принципе, назвала. За десятый пол человек получает 117 миллионов рублей по курсу на сегодня. Для обычного человека это большая сумма. Это уже, конечно же, бизнес-съемкость должна быть развита очень хорошо. Но тем не менее у каждого есть возможность заработать такие деньги, пройдя всего 10 шагов, всего 10. Вторая выгода – это у нас качественное обучение. Приглашаются суперспециалисты, которые нас обучают, передают нам свой опыт. Третья выгода – это комьюнити-сообщество, то есть комьюнити-сообщество как раз вот из тех людей, которые развивают криптоиндустрию. Здесь у нас будет много преимуществ, которыми мы будем пользоваться. Еще одно преимущество – это посещение конференций, мероприятий, которые будет проводить компания. Мы можем всегда эти мероприятия посещать и получать признание. Если кто-то из нас примет к признанию, пожалуйста, вот для него будет хорошая возможность. Еще одно преимущество – это возможность развивать свое дело из любой точки мира. Мы не привязаны ни к офису, ни к стране, ни к городу. Мы можем на своей кухне делать миллионы, мы можем где-то на пляже делать миллионы в любой стране. То есть мы ни к чему не привязаны. Самое главное, чтобы был выход в интернет и гаджет, даже телефон. То есть у нас очень много людей, которые работают просто со своего телефона.